здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас прошу прощения что я несколько пропала с тенем евангелия очень много работы и я хотя всегда стараюсь но увы не всегда успеваю к среде этот выпуск сделать но вот сегодня слава богу я здесь значит мы будем читать евангелие вместе мы будем читать сегодня 16 главу от руки и поговорим о притче притче о неправедном управителем они праведным управляющим которое вызывает очень много споров толков недоумений у самых разных людей у верующих и у неверующих и вот сегодня мы с вами при помощи опять же святых отцов и толкование попробуем понять ее и разобраться в ней но для начала вы прочитаем саму евангелие то есть мы начнем 16 главу с первого стиха и дойдем до стиха 15 те кто читают вместе со мной по церковнославянски у вас получится два зачала да те же кому пока читать по церковнославянски трудно остановите это видео возьмите в руки евангелие на любом удобном для вас языке и просто следите за нами глаголы ши же к учеником своим человек некий бе богат и же имяше приставника и той оклеветан быть к нему яку расточает имение его и пригласив его речи ему чтось я слышу о тебе воздашь ответ о представлении домовнем невозможишь и бог тому дому строите речи же в себе представник дому что сотворю яку господь мой отъемлет строение дому от меня копать и не могу просить и стыжуся разумех что сотворю да егда оставлен буду от строение дому примут мя в дом и своя и призвав единого кожда должник господина своего глаголы ши первому к улицам должен еси господину моему он же рече сто мер масла и рече ему приими писание твое и сед скоро напиши пятьдесят потом же рече другому ты же к улицам должен еси он же рече сто мер пшеницы и глагола ему прими писание твое и напиши осемьдесят и похвали господь дому строителя неправедного яку мудре сотвори яку сынове века сего мудрейше паче сынов света вроде своим суть и аз вам глаголю сотворите себе други от мамоны неправды да егда оскудеете приимут вы вечные кровы верный в мали и во мнозе верен есть и неправедный в мали и во мнозе неправеден есть аще оба в неправеднем имении верни небысти во истинем кто вам веру имит и аще в чужем верни небысти ваше кто вам даст некий же раб может двима господином работать и любо единого возненавидит а другаго возлюбит или единого держится о друзем же не родите начнет не можете богу работать и мамоне слыших уже сия вся и фарисеи серебролюбцы суще ругахуся ему дальше что отвечает им господь это уже следующее зачало и мы с вами почитаем следующий раз и так как я и сказала в самом начале при чтении этой притче возникает масса недоумений и вопросов но во первых здесь мы явно сталкиваемся с воровством управляющего и почему-то христос не порицает его за это воровство то а наоборот одобряет мы уже привыкли что во всех притчах господа дома правитель это сам бог соответственно здесь не исключение кроме того непонятно что за объемы такие да что за долги такие должен был 100 мер муки напиши 80 вроде бы сто и 80 очень маленькая разница да точно так же с оливковым маслом да не совсем понятно что это за объемы такие вот сейчас мы тоже об этом с вами поговорим разберем но и наконец вообще непонятен вывод этой притчи да с первого взгляда получается что господь одобряет воровство даже если ты раздаешь деньги на благие цели допустим раздаешь их своим там друзьям или даже бедным но это же не твои деньги тоже деньги хозяина да соответственно как же получается это как как у гавроша да если от большого отнять немножко это не воровство всего лишь дележка да то есть соответственно ну как бы это как-то совсем не в духе евангелия но вот во-первых самое простое объяснение так сказать самое верное точное объяснение этой притчи дает сам христос в следующем зачале почему мы с вами его и прочитали господь здесь в этой притче имеет в виду следующее что если даже люди абсолютно не духовные не так сказать верующие бога не боящиеся которые воруют тогда занимаются нечестно каким-то делом это понимают что нужно тратить эти средства и на добрые дела тоже помогать бедным или кому-то для того чтобы люди потом тебя не оставили в беде да то есть ради будущей выгоды тем более вы сыны света люди просвещенные уже до словом божиим знающие бога знающий закон божий просвещенный духом святым должны понимать что то что дается вам вы должны использовать только и только с пользой а что же дается но толкование святых отцов более так скажем до древних а здесь сводится к тому что бог как дом управитель назначает нас управляющими над нашим душой и телом потому что нам не принадлежит все что мы имеем наше здоровье наши силы разум до сердце наша душа ум ничего нам не принадлежит бог как бы дает нам это на время для того чтобы мы использовали это время во благо для того чтобы мы приобрели богатство вечные до при помощи того что нам дано они для того чтобы мы расточали это на праздности временные вещи которые не останутся с нами в могилу мы с собой то не возьмем будь то формально действительно богатство деньги там да и так далее или же это праздное провождение времени но и все прочее и соответственно здесь господь как бы проводит параллель между мирской логикой и логикой духовной и говорит что даже если по мирскому вы понимаете вот такой рассказ вам абсолютно понятен да у вас не вызывает вопросов этот человек поступил управляющий так как многие могли бы поступить в его ситуации для того чтобы в последний момент спасти себя от просто нищенствования да и чтобы хотя бы вот эти должники его господина приняли его при этом он как бы берет их долг на себя да ты был должен 100 100 что у нас там 100 мер масла да и напиши 50 то есть пусть к тому что я уворовал хозяин с меня спросит еще и эти 50 да то есть понятно да то есть я как бы отдам долг за тебя то же самое с мукой и тогда в благодарность эти люди потом примут его хотя конечно он неправильно поступает что он как бы опять обворовывать своего господина но это делает из практических целей но тогда непонятно почему господин хвалит его за это вот тут возникает вопрос такой который внимательные читатели верующие неверующие всегда замечают и говорят ну подождите стоп это все правильно да и все это понятно и логично это в духе так сказать вообще всего евангелия и все понятно но тогда что же это за домоправитель такой который похвалил за то что тот еще больше его обворовал да получается но вот здесь можно сказать что домоправитель сам бог поэтому бог как бы да понятно что он не жадный домоправитель да и не по человеческими мерками меряет а в данном случае это имеется ввиду спасение души да и соответственно домоправитель похвалил и так далее как бог похвалил бы человека за то что тот так поступил но это не совсем клеится в евангелии вообще всегда все очень в общем-то точно и логично и понятно в евангелии нет темных мест которые невозможно никак объяснить и странных мест и так далее и вот есть объяснение этой притчи на основании знаний быта и жизни евреев в период христа соответственно как было устроено и вот если с этой точки зрения посмотреть то в этой притче вообще не возникает никаких вопросов что мы с вами сейчас и сделаем дело в том что во времена спасителя как было устроено вот сейчас мы с вами знаем что управляющий офисом или чем у кого-то может быть большой дом за городом держит управляющего там да богатые люди получают зарплату так вот в древности во времена господа христа зарплату управляющий не получал а как же на что же он жил а вот ну во первых дом у него мог быть там да он мог жить там же в на вилле своего господина в том имении которым он управлял до питаться тоже мог со стола господина но тем не менее а зарплата а зарплата была очень интересная вот представьте себе что у какого-то богача есть а имение есть какие-то угодья например там вот в данном случае явно это масличная роща пшеничное поле да и есть у него арендаторы которые эти земли у него арендуют и вот они должны каждый год с ним рассчитываться чем они рассчитываются но разумеется урожаем и вот соответственно 50 батов это примерно 200 ведер масла каждый год арендатор должен вот оливки собрал масло выжил 200 ведер должен отдать хозяину да то же самое с мукой 1 в данном случае мера муки ну скорее всего это имеется ввиду кор да кор или корос это получается порядка 180 килограмм то есть значит 180 килограмм умножаем тут получается у нас на 80 вот это количество муки должен хозяину отдать арендатор этого поля или поле ну вот этой территории с которой урожай снимает во первых мы видим что это приличная мягко выражаясь да то есть довольно дорогая плата за пользование этим полем и вот управляющий заключает договор с арендаторами мог назначить свою теперь долю сколько должен теперь арендатор ему управляющему то есть по идее он мог приписать какую-то незначительную еще сумму но разумеется там не в два не в три раза выше понятно тогда арендатор просто уйдет и не станет вообще дело иметь да но какую-то сумму он приписывал то есть скажем так он не доводил до сведения арендатора сколько действительно хозяин с него берет то есть хозяин говорит 50 ведер масла этот управляющий написал 50 простите не ведер а 50 батов масла до мера это бат тут даже в евангелии сносочка есть написано об этом так вот не 50 батов масла а он написал 100 и арендатор думал что ну так как бы оно и положено да а может быть и знал что чего-то управляющий берет себе ну не будешь разбираться и копаться ему подходит земля видимо хорошая видимо оливок там урожай был всегда хороший он понимал что ему это выгодно но и ладно соглашался на куда деваться тяжело конечно но уж очень хорошие тому годе и хотелось ему дам сажать и растить хорошая земля ему хотелось сажать там деревья растить их и соответственно соглашался на такую дорогую стоимость аренды то видимо хороший участок был то же самое с пшеницей пшеницы дает меньше поэтому тут управляющие приписал поменьше, не в два раза, а пшеница дешевле продается, чем оливковое масло, хлеб дешевле. Поэтому, соответственно, он приписал только 20 мер дополнительных муки. И вот он начинает пировать, естественно, как бы он хороший заработок получает этот управитель, особо не трудясь, только за то, что он надзирает за этим и за то, что в его руках контракт, и он непосредственно от имени господина все этот бизнес ведет. И он начинает пить, гулять, блудить, видимо, и, наверное, кого-то он обидел, или, может быть, просто кому-то это все надоело, и донесли хозяину. И хозяин говорит, ну-ка, ты, наверное, мои деньги там растрачиваешь, ну-ка, дай-ка мне отчет и убирайся отсюда. А он, на самом деле, если так посмотреть, получается, как бы не совсем хозяйские деньги растрачивал, а он просто брал лишнее с арендаторов. Хотя, конечно, то, что выросло, оно же выросло на хозяйской земле, но это уже слишком, так сказать, высокие материи. Да, в принципе, он просто гулял на честно выторгованные с арендаторов свои проценты. И вот что он делает? Он соображает, что сейчас его прогонят, рекомендацию ему хорошую не дадут. Без рекомендации он никуда не устроится работать. Соответственно, он понимает, ему надо срочно подружиться с кем? С арендаторами, чтобы они хотя бы взяли его, ну, хотя бы копать там виноградник. Хотя он пишет, копать не могу, вернее, написано, что копать не могу, просить стыжусь. Копать он уже разучился за столько лет царствования своего на этих фазендах. Милостыню просить его все знают. Обычно управляющие – это были не рабы, а вольно отпущенные люди. Управляющих хороших передавали друг другу. Если вдруг он переезжал или уходил из одного места, хозяин всегда ему отличную рекомендацию давал, чтобы он к другому пошел. Соответственно, управляющие – это были люди, ну, как бы небезызвестные. В общем-то, их знали. И его, конечно, знали. И ему, конечно, было стыдно, что он теперь будет просить милостыню. И вот он решает, что эти арендаторы, которые люди тоже богатые, может быть, простят его и возьмут его к себе. Ну, или управляющим, или на какую-то работу там, щитоводом. И что он делает? Он призывает их и говорит, сколько ты должен. 100 батов масла, то есть 600 ведер, там, или 400 ведер, там, да, 500. Пиши половину, там, 200, там, или 300, да, получится примерно ведер. Ты должен 100 мер, там, пшеницы, да, пиши 80. То есть только то, что хозяину, а все свое я отдаю. Да, то есть я, как бы, свою долю не беру. То есть я этот год зря работал, да, ну, то есть что-то там работал, все-таки он, конечно, что-то делал. Вот такое есть толкование этой притчи. Это только вариант, его нам предлагает архиепископ Лоли. Такой был в Подольской епархии, если я не ошибаюсь. Он служил на Украине в 35-м году, он умер. И у него вот такой есть. Он был специалистом вообще по Ближнему Востоку, он был историком, историком церкви. Вот он такое предлагает нам объяснение. И тогда понятно, почему управитель дома похвалил его. Он увидел в этом шаге, что управляющий исправился. То есть он деятельно исправился. Он отказался от того, что он несправедливо, как бы незаконно хотел нажиться с этих арендаторов. И, соответственно, он таким образом принес покаяние. Он быстро изменился, быстро исправился. Ну вот, то есть, видите, можно понимать это так, а можно понимать, как он взял на себя вину, типа того, все равно я должен кучу всего, все равно меня сейчас, не знаю, накажут, да, или что, мне придется и дом свой продать, и вещи продать, чтобы отдать долги. Я еще и чужие долги на себя возьму. Может быть, потом эти люди в благодарность за это меня примут. В любом случае, вывод из притчи один. Один и тот же вывод заключается он в том, что Господь объясняет нам, что мы не можем работать Богу и мамония. В чем это заключается? В том, что нельзя любить деньги ради денег, нельзя любить деньги больше всего на свете, стремиться к ним. Да, человек может иметь желание зарабатывать, преуспевать, но главная его цель должна быть тогда помочь нуждающимся этими деньгами. Ни в коем случае не для себя, не про запас, не вбивать в свою семью, не наполнять свой дом полной чашей, но потом, что осталось, можно на детский дом пожертвовать. А зарабатывать для того, чтобы в твоем деле, в твоем бизнесе или офисе, на твоей стройке, не знаю, рабочие получали рабочие места, люди получали хорошие зарплаты, могли бы кормить свои семьи. Ведь, в принципе, человек такой, как домоправитель или хозяин завода, предприятия, фирмы, он прежде всего обеспечивает рабочие места. Это очень важный момент. Если он честно, хорошо платит людям, то это, конечно, благое дело, естественно, иначе где бы люди работали. А также, если человек раздаёт бедным, не только храмам и монастырям, есть масса мест, куда можно пожертвовать, и детских приютов, и всевозможных благотворительных организаций. Соответственно, человек сам живёт скромно, отдаёт всё нищебратьям. Вот так просто, как это в Евангелии, собственно, и написано. И если только ты начнёшь наслаждаться своими деньгами, да, или единого держится, о, друзьям же не родите, начнет, да, человек, или одного возненавидит, другого возлюбит. То есть, если человек только начинает тешиться своими деньгами, своим богатством и шикарничать, тут же он отходит от Бога. То есть, невозможно, да, находиться и как бы в двух состояниях одновременно роскошствовать в этой жизни, и при этом считать, что ты служишь Богу и жить с Богом. И вот фарисеи, конечно, рассердились, потому что фарисеи считали богатство благословением Божиим, и что они вправе наслаждаться и пользоваться им за то, что они праведники, живут пред Богом честно, Бог им всё даёт, так почему они не могут, так сказать, дайперы устраивать, и всё, а Господь говорит, что нет, вот нравится нам, не нравится, согласны мы или не согласны, но так написано в Евангелии. И вот об этом, собственно, мы с вами сегодня и читали, и об этом и поговорили, узнав два разных варианта объяснений этой притчи. Я думаю, что очень может быть, что то, что говорит архиепископ Лоли, вернее, пишет, это правильно, это правдиво, потому что действительно тогда так устроена была жизнь здесь, и если смотреть на эту притчу именно в бытовом плане, она опять же имеет смысл. Ну, а Христос не углубляет здесь нас в бытовой план, он говорит как пример, просто как пример того, как поступают хитрые люди в этой жизни. Таковы будьте сыны света, как бы говорит он нам, будьте ещё хитрее и мудрее, употребляйте во благо сразу то, что вам дано для того, чтобы приобрести потом вечные кровы, то есть чтобы приобрести место в вечности. Всем тем, что вам даётся в этой жизни, используйте это ради этой цели. Да, то есть вот в принципе так. Ну вот, мои дорогие, дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание, что у нас появился новый шарик наверху, это замечательный коллектив, группа Ларго, если вы ещё на них не подписаны в Ютьюбе, обязательно загляните, это наши новые друзья, у них очень хороший канал, это прекрасная духовная, русская духовная музыка, я как музыкант наслаждаюсь их вокалом, их пением, они поют и псалмы, и духовные песнопения, и канты, и народные песни. Мы с ними подружились в Инстаграме, познакомились, и вот так что, если вам нравится слушать хорошую духовную музыку, то переходите, шарик вот сейчас наверху появится, можете на него нажать, посмотреть их канал, подписаться. А также хочу сказать вам, что в это воскресенье я жду вас на сайте клуба видеопутешествий ТОПОС на моей экскурсии по Иерусалиму, очередной, мы пойдём по улице царя Давида, ой, там столько интересного, это удивительно, это одна из тех улиц Иерусалима, где каждый дом, каждое здание, это ах и ох, и масса рассказов, и это старинная паломническая дорога, которая даже раньше называлась в честь одного святого, связанного с путешествиями, но об этом всё в экскурсии, короче, будет очень красивая экскурсия в воскресенье. А сегодня, я совсем забыла в начале передачи это сделать, но лучше поздно, чем никогда, я поздравляю всех Людмил с именинами, с Днём Ангела, сегодня день святой мученицы Людмилы Чешской в нашей православной церкви, да, кто живёт по юлианскому календарю, и, соответственно, на ТОПОСе у нас будет с 16.00, опять же, на сайте ТОПОС, на странице ТОПОС ТВ, бесплатно будет идти видеорассказ Александры Петриковой, нашего гида из Праги, о Людмиле Чешской. Чехи, даже неверующие, очень почитают и любят бабушку Людмилу, с ней связано множество преданий, историй, очень красивые соборы, места есть, которые с ней связаны, и вообще Александра расскажет и о других чешских святых, например, её внук, да, это святой князь, Вячеслав, и до сих пор его считают вечным монархом Чехии, даже неверующие люди, это такая традиция, то есть это очень интересная, исторически насыщенная, красивая история, так что мы приглашаем всех Людмил, ну и все, кто вообще интересуется чешскими святыми, побывать сегодня на сайте ТОПОС, на странице ТОПОС ТВ, ссылочка есть в описании к этому видео, и вы можете бесплатно посмотреть этот видеорассказ, он будет идти сегодня с 16.00, значит, уже идёт, пока это видео вышло, и до завтрашней полуночи, то есть до полуночи 1 октября, так что у вас будет возможность посмотреть полутора суток почти, да, получается, в эфире наша экскурсия, вы можете успеть её обязательно посмотреть, ну вот, мои дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь, как всегда, благодарю сердечно за поддержку нашего канала, поддержать наш канал можно ниже по ссылочке, теперь она работает, спасибо те, кто заметили, что она не работала, а также, если вам понравятся наши встречи, не забывайте ставить лайк, и если вы ещё не подписаны, подписываться на наш канал, всего вам самого-самого хорошего, до скорой встречи в нашем блоге Святая Земля сегодня, до свидания.